Добрый день! Сегодня у меня в студии в гостях Андрей Петренко, глава Ассоциации Российских Автомобильных Дилеров. То есть фактически человек, который будет отвечать сегодня за всех продавцов новых автомобилей в России. Правильно, Андрей? Добрый день! Ну, отвечать за всех сразу это достаточно такая амбициозная задача. Ну давайте мы поговорим. Вы полномочный представитель. Да, я президент Ассоциации Российских Автомобильных Дилеров, которая объединяет по профессиональным интересам автомобильных дилеров. И давайте мы обсудим эти вопросы, если они есть, что можем, соответственно, на это я дам вопросы. На что не смогу дать ответы, но порассуждаем. Порассуждаем, да, очертим проблемы. Потому что на самом деле, да, автомобильный бизнес это вещь сложная, комплексная. Да, и во многом вот однозначных ответов предоставить достаточно сложно. Давайте попробуем. Давайте попробуем, да. Так вот, фактически открываем мы на этот час книгу жалоб и предложений. И если, предположим, у вас были какие-то жалобы к дилеру, к качеству обслуживания. Вы покупали автомобиль и вам не понравилось, как это было. Вы приехали и не было тех машин, которые были заявлены в рекламе. Вам отказали в тест-драйве. Если были проблемы с сервисом, а уж проблемы с сервисом, да, положу руку, есть у нас практически у всех. Иногда отказывают и в гарантийном ремонте и так далее. Звоните, пожалуйста, в прямой эфир. Код города 495, телефон 6510996. Попробуем разобраться, попробуем даже так пособирать статистику. Кому, к дилерам каких марок, может быть, там будут претензии, да. И жалобы какого рода будут преобладать. Давай, еще очень интересно. Вот, как мне кажется, проблема начинается вот с самого начала. Когда я хочу купить, например, автомобиль. Я открываю интернет или открываю автомобильное издание, вижу рекламу, вижу цену от 499 тысяч рублей. Звоню выбранному дилеру, мне девочка отвечает, да, пожалуйста, приезжайте, этот автомобиль есть, конечно же. Я приезжаю с семьей, все, как на праздник. Приготовил эти деньги, выясняется, что эта цена рекламная. Что эта цена какой-то ограниченной серии автомобилей, которые были выпущены только с механической коробкой передач, без кондиционера, без ковриков, да, и без всего. И купить их невозможно. А если там возможно, то только с ожиданием на полгода. А, пожалуйста, есть автомобиль там, да, не за 500, а за 700. Но сейчас. Вот на самом деле это такое вот, это лукавство, да, оно присутствует постоянно. И, наверное, не из числа разочарованным людям. Безусловно. Зачем это делается? Потому что, ну, вопрос зачем, это, наверное, не тот вопрос, который сейчас нужно обсуждать. А здесь вы очень правильно сказали, что ключевым моментом в этой ситуации является именно ответ оператора, что этот автомобиль есть. Да. Если вы имеете такую информацию от колл-центра, с которым общались в основном, это происходит так, вот, то здесь ситуация, она связана непосредственно с обманом. Вас обманули. Да. В этом варианте вы можете, пользуясь законом о рекламе, предъявить свои претензии непосредственно к руководству того дилерского центра, к которому обратились. Угу, угу. То есть, если действительно имеет место обман, то это уже нарушение. Ну, никто же не будет по такому поводу подавать в суд, правда? Да, потому что это, ну, связываться с судебной тяжбой в нашей стране, это вообще особая история. Ну, и не та ситуация, да, это мелочь. Мы просто, мы плюнем и пойдем дальше. Вы знаете, на самом деле... Время-то потеряно. Ну, на самом деле... И доверие потеряно. Вот что самое главное. На самом деле это не мелочь. Потому что по статистике, ну, вот смотрите, да, что человек покупает самое... Да. Самое дорогое в жизни. Да, квартира. Самое дорогое. Это недвижимость. А следующий автомобиль? Да. Это недвижимость, соответственно. Если бы вас обманули, вот та же самая ситуация, мы просто проецируем на другой вид бизнеса, да. Вы звоните, говорите, есть дом, есть дом. Замечательный, замечательный. Три этажа, три этажа. С видом на море, с видом на море. Ну, да. Беру, сколько стоит, столько-то, деньги собрал, лечу, все это в Сочи еще, допустим, да, прилетел, а там тебе говорят, знаешь, дорогой, а вот это вот только что закончили. Вот, та же самая ситуация, но в этом варианте вы имеете моральное право взять и обратиться к тому человеку, который вас фактически обманул. Почему вы не делаете то же самое, когда покупаете автомобиль? Это вторая по ценности, вторая по ценности приобретения за вашу жизнь. Это правда, да. Хотя за жизнь человек покупает там по той же самой статистике порядка восьми автомобилей, но это все равно покупка, связанная с большим эмоциональным и хорошим переживанием. Дай бог, дай бог, хорошим. Да. Оно должно быть хорошим. Вот фирмы-производители, они стараются выстроить бизнес-процессы у дилера таким образом, чтобы получить именно конечный результат в виде хорошего оставшегося осадка от продажи. Мне кажется, что дилеры, вы дилеры заинтересованы в лояльности покупателей. Безусловно. Я вам больше скажу. Соответственно, все дилеры, они сейчас находятся под тщательным, неусыпным оком нашего старшего брата. Это кто такой? В лице импортера, который мониторит действия дилера. Сама компания-производитель, да, вы имеете в виду? Или компания-производитель, или компания-импортер постоянно мониторит клиентов, которые покупают или обслуживаются в сервисных сетях. И в зависимости от этого рейтинга дилер получает свои бонусы. И в этом варианте добросовестный дилер, он никогда не будет позволять себе ту ситуацию, которую вы обрисовали. Потому что один недовольный клиент обернется для него очень кругленькой суммой недополученных бонусов. Но вот странно, вы говорите, что вся система построена так, что этого не должно быть, а оно есть. Я сам с этим сталкивался недавно. Мы с друзьями выбирали кроссовер, они остановили свой выбор на Nissan X-Trail. Мы стали звонить. Да, я сказал, что, ребят, давайте прокатимся на дизельной машине, потому что вы ездите на дальние расстояния. Да, это хороший вариант. Вполне, да. Мы начали звонить, мы столкнулись с тем, что, во-первых, нигде нет дизеля на тест-драйве. И, во-вторых, даже там, где нам девочка сказала, да, все, приезжайте, они приехали туда, а там на самом деле дизельной машины на тест-драйве нет. Они потратили время, деньги, да, фактически полдня просто убито псу под хвост. Это было. Вот совсем недавно, да, этим летом, вы сказали про колл-центр. Вот это интересная, кстати, тема. Я-то думал, что когда я набираю телефон, указанный в рекламе, я попадаю прямо к дилеру. Нет. А это не так, да? Это не так, да, потому что вы общаетесь в основном с операторами колл-центра, которые действуют по инструкции. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, все давно уже используют колл-центры, которые находятся на аутсорфинге. Ага. И если вы звоните дилеру... Так откуда же эта девочка в колл-центре, которая вообще не знает, что такое автомобиль? Они работают по инструкции. Понимаете, на самом деле вот система колл-центров, это не только свойство, там, скажем, работы по автомобильному направлению, это большие сетевые компании точно так же используют колл-центры. Вы можете, дилер может находиться в Москве, а колл-центр может находиться где-то в Брянске или в Тамбове. Нет, он даже может находиться где-нибудь в Литве там, да, или в Латвии, да, дело даже не в этом. Но одно дело, когда я звоню, чтобы купить мясорубку, и совсем другое дело, автомобиль, мы говорили с вами, да? Согласен. Совет очень простой. Нужно непосредственно добиваться от колл-центра того, чтобы соединили непосредственно с продавцом. Потому что в этом варианте вы еще лучше. Продавец обычно представляется. Вы, он у вас, я вас уверяю, он сделает все, чтобы узнать, как вас зовут, и выяснить ваш мобильный телефон. Это правда, это правда. Это так. Я сталкивался с этим. И в этом варианте, соответственно, не надо скрывать свои координаты. Знаете, многие звонят нам, а вы мне скажите что-нибудь, ну, давайте мы с вами пообщаемся. Нет, вы мне скажите, а еще и вашего старшего скажите, а еще. И до чего мы здесь договоримся. Если сразу элемент напряженности, который создается, он людей тоже как, он уже не расслабляет, а вызывает какие-то непонятные действия. Поэтому очень просто не старайтесь скрывать своего намерения купить автомобиль. Вам в этом... Да, сдаваться, то есть первое, непосредственно, да, непосредственно. Это в первую очередь, и непосредственно нужно говорить с продавцом. Потому что, к сожалению, помните, была такая в детстве игра, испорченный телефон. Да, 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 да. Так вот, колл-центры, это элемент испорченного телефона, и действуют они согласно тем инструкциям, которые пишут. Понятно, понятно. А структура дилерства, она очень сложная, но, наверное, не у всех она доведена до совершенства. Андрей Петренко, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров у нас в эфире. И продолжим мы этот разговор после новостей на финансовом. Книга жалоб на дилеров и предложений им же открыта. Звоните, пожалуйста, в эфир 65 10 996. Андрей Петренко, президент РАД, попытается на них ответить. Вот сейчас мы с Андреем, мне кажется, такую важную штуку сформулировали, что когда вы звоните перед покупкой новой машины, вы сначала, как правило, попадаете в колл-центр. Да, это так. И все вопросы, то есть девочки и мальчики в колл-центре работают по инструкции, они не в состоянии в принципе, не надо на них злиться, наверное, раздражаться. Не нужно, у них своя работа, они ее выполняют. Нужно просто попросить их перевести непосредственно на дилера, непосредственно на менеджера, который с вами будет дальше работать. Да. И как только вы услышите там, здравствуйте, следующий шаг, да? Да. Здравствуйте, я такой-то, менеджер такой-то. Да. Да, значит, что вас интересует, кто вы, то есть не бояться сдаваться ему, сдаваться там с телефоном, со всеми делами, да? И дальше этот человек уже будет заниматься вами гораздо более эффективно, чем, так сказать... Это более правильный путь, чем пытаться там получить там кучу информации, потом ее сравнить, сделать вид, что я больше знаю, я сам все решаю. К сожалению, это путь порочный. Наверное, наверное. Если вы хотите приобрести автомобиль, то нужно в первую очередь определить, где его вам нужно будет обслуживать. Потому что проблема обслуживания, эта проблема, она, наверное, у нас закончится, когда у нас автомобили станут сравнимы с одноразовыми пластиковыми стаканчиками. Проехал, выкинул. Процесс идет в этом направлении, да? Идет, да, но вот лет через сто, наверное, можно будет к этому прийти. Пока этого не происходит, дилер все равно будет обслуживать эти автомобили. И надо сказать, что клиенты, они выбирают себе дилера, и, пожалуйста, обратите на это внимание, что это ваш должен быть выбор. Вы же выбираете себе дантиста. Абсолютно. А не выбираете, не берете того дантиста, где дешевле. Выбираете в первую очередь того человека, которому вы доверяете. Потому что это ваши зубы, одно неверное движение, и вы останетесь со щербатой улыбкой. Оно вам уже не очень, наверное, надо. Автомобиль – это член семьи, фактически. Фактически, да. И то же самое. Вы заботитесь о его здоровье и о собственном, и, так сказать, и душевном спокойствии. Да. И о том, чтобы вы всегда были на колесах. Давайте послушаем. Дмитрий дозвонился до нас. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как у вас, жалобы или предложения? У меня нет. У меня на самом деле вопрос. Возможно, проконсультируете меня и всех слушателей. Вопрос в следующем. Ну, уже не на первом автомобиле езжу. И вот сейчас менял его. И менял на ту же марку, приблизительно того же класса. Ну, скажем, Пассат. И пришел к дилеру и говорю, господа, вот я хотел поменять автомобиль. Можете ли его выкупить у меня, соответственно, ну, в зачет следующего автомобиля, не в зачет следующего автомобиля. Вот. Общались мы по этому поводу с дилером. Ну, скажем так, ну, мы не нашли общего языка. Потому что они предлагали вам слишком низкую цену. Потому что первый дилер, первый дилер, у которого была та машина, которую я хочу, ну, цеха у него была, вот, он мне предлагал, он настолько скривил лицо, проведя тест моего автомобиля, скривил лицо, говорит, ну, вы понимаете, там такая вот неполадка есть, нам не очень бы хотелось этот автомобиль покупать. Говорит, ну, ладно, без вопросов, пошел к другому. Другой мне установил цену, ну, скажем так, вот я автомобиль продал на 70 тысяч дороже через два дня после объявления, когда я разместил. Вот. И вообще, обязаны ли дилеры выкупать автомобили, и как они устанавливаются на образование? Есть ли на них, скажем так, управов из грубо говоря высостоящей инстанции? Вот такой вопрос. Дмитрий, спасибо, да. То есть вопрос про трейд-ин. Спасибо большое за вопрос. Такой актуальный, больной вопрос, прямо скажем. Больной вопрос. Надо понимать, что для дилера система трейд-ин – это система продажи нового автомобиля. Прежде всего, да? Прежде всего. И правил обязательного выкупа автомобиля… Вы знаете, в истории были такие прецеденты, когда вы покупаете автомобиль. По-моему, это была программа «Аудио». Была она лет шесть назад. В России? В России. И называлась она программа с обязательным выкупом. Buyback. Buyback. Это довольно распространенная система на Западе, но в основном она касается юридических лиц. Очень близко к лизингу, фактически. Очень близко, да. В этом варианте, я думаю, что если вы при первичной покупке автомобиля сразу оговорите условия buyback, сразу могу сказать, что они не получили очень широкого распространения по разным причинам. В первую очередь из-за того, что достаточно сложно оценить цену денег, которые будут через 2-3 года. И причины не зависят от дилера. Хотя такой формат есть. Ну да. То есть такая система существует. Это единственный момент, по которому дилеру можно каким-то образом обязать выкупить этот автомобиль. Что касается меня как частного лица, то, конечно же, никаких обязательств передо мной по трейдену дилер, наверное, не несет. У нас свободная страна. И все это знают. Соответственно, вы можете продавать ваш автомобиль где угодно и кому угодно. За какие угодно деньги. Безусловно, дилер, скорее всего, ваш автомобиль оценит дешевле, чем вы его продадите сами на рынке. Почему он это сделает? Ну, здесь нужно считать. Многие идут, и большинство... Все зависит от клиента. Если у клиента... Казалось бы, вопрос. Да, казалось бы, вопрос. Потому что дилер заинтересован в том, чтобы продать... Чтобы именно он продал мне этот новый автомобиль. Он уже на мне заработает таким образом. Более того, он будет заинтересован в том, что я буду ездить к нему обслуживаться. Он на мне потом будет зарабатывать. Так, казалось бы, не зарабатывай на процессе трейд-ина, а предложи мне цену сравнимую с рынком. Не зарабатывай на мне 70-100 тысяч рублей. Однако, нет, этого не происходит. Все предлагают цену на трейд-иновские машины мне существенно ниже рынка. С одной стороны, это так. С другой стороны, если вам... Все зависит от того, сколько стоит ваше свободное время. Если, допустим, цена, предлагаемая вами, то есть цена, предлагаемая дилером, ниже, скажем, на 30 тысяч рублей, где-то, да, и вы понимаете, что нет, я не готов. Я буду продавать это сам. Посчитайте, пожалуйста, то время, которое вы затратите на то, чтобы этот автомобиль... Это правда. ...автомобиль продать. Посмотрите, сколько вы отвлечете своего физического времени... Да, на показы машин, да, на приемы звонков. Это раз. На вывешивание машин на сайте, это правда. Второе. Не надо забывать о том, что дилер несет ответственность при продаже автомобиля, даже трейд-иновского, по закону. Там есть гарантийный срок, в течение которого, если у вас происходят какие-то полопки или недостачи, дилер обязан его либо починить, либо вернуть назад. Ничего у нас бесплатно не бывает. Все стоит денег. Соответственно, если дилер несет обязательства, он должен быть уверен в том, что этот автомобиль его не подведет. Если мы берем и откидываем эмоциональную составляющую в отношении покупатель-продавец, то тогда нужно уже смотреть, какие расходы несет дилер по восстановлению автомобиля. Как минимум, автомобиль полируется, чистится салон. Посчитайте, сколько это стоит. Дальше смотрим. Замена аккумулятора по необходимости. Вот если вы возьмете чистый лист... Ну, все равно. Вы знаете, полировка там, тем более это все... Вы, дилер, у вас все эти службы есть. Но они все стоят денег. Они все стоят денег. Вы поймите, это же ничего бесплатного не бывает. Но не сто тысяч рублей они стоят, понимаете? По-разному. Понимаете, если у вас прожженное сидение, и для вас это приятное воспоминание, как вы сидели с блондинкой, курили, и у вас пепел упал, и прожег сидение, и для вас это ничего не значит, то для следующего клиента, который будет осматривать ваш автомобиль, воспоминания о блондинке, они недоступны. Поэтому, извините, давайте смотреть и считать. В любом случае, если вас устраивает эта цена, то тогда нужно совершать эту сделку, потому что это быстрее, и это экономит ваше время. Мы платим за отсутствие. Хорошо, давайте... Самое, смотрите, самое дорогое все, что у нас есть в жизни, это время. Это правда, это правда. Давайте послушаем Максима. Да, пожалуйста. Максим, здравствуйте. Добрый день. У меня, честно говоря, интерес праздный, потому что я, несмотря на то, что с дилерами сталкивался, вопрос у меня нет. Фу-ду-фу, нет. Хорошо. Ни по ремонту, ни по продажу. Хорошо. Наверное, просто машину не ломали. Спасибо вам, Максим. Да. Алло. Алло. Ну вот. Ну вот, да. Вот только позвонил человек с чем-то позитивным, да? Наверное, это кто? Хорошо, давайте попробуем послушать Вадима. Может быть, связь будет лучше. Вадим. Вадим, здравствуйте, да. Да-да-да, алло, здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы пожаловаться, в принципе, на дилера официального «Перседеса» о «Авилон» на Ленинградском проспекте. Так. Вот, казалось бы, «Мерседес», да? Да-да-да, «Мерседес», да. У меня «Мерседес» – это небольшой такой джипик. ГЛК, да? А? ГЛК. Да, ГЛК, да-да-да, «ГЛК». И когда я менял лобовое стекло по гарантии, к сожалению, получив автомобиль, я не обратил внимания, но, видно, при замене лобового стекла они перевернули у меня ароматизатор воздуха «Амбипюр», такой жидкостный. Да-да-да, на пластике остались белые подтеки. Да-да, он чуть сбучился, потом я увидел, сколько не писал писем, сколько ничего, как бы, не делал. Ответ был однозначен, потому что это недоказуемо. За кадром мне предложили заменить, как оказалось, меняется весь блок навигационный и так далее. То есть на рынке, как я узнал, он стоил порядка 40 тысяч новый, а у них он стоил официалов 180 тысяч, пополам мне предложили в 90 на 90. Что-то как-то очень странная история. Это как вообще, да? Ну, вот так вот предложили за кадром мне сразу. Причем я только отъехал, я обратил сразу же внимание, что у меня этот жидкостный баллончик перевернут, хотя там есть указатели, как его устанавливать. Подъехал к ним, но, как бы, уже сказали, вы подписали документ, как бы, о том, что вы приняли автомобиль. Я сказал то, что я не заметил, тем более я проехал минут 10-15, тут же к вам вернулся. Ну, вот такой был ответ. Вышел, значит, ну, и руководитель этой станции, и как бы отнеслись так довольно, ну, формально, скажем так, или, извините, но, как бы, сделали свое какое-то некое мини-расследование, отписались мне. Но результат был один, то, что или вы доплачиваете 90 тысяч, и мы меняем его, как бы, пополами, как бы, то есть мы 90, и вы 90, хотя, подчеркиваю, на рынке цена стала порядка 40 тысяч. И вот такой не очень хороший, как бы, было отношение. Максим, у меня была та же самая ситуация, у меня лично. Да? Да. То есть там остается от этого ароматизатора просто белый налет, который убирается полированием. Нет, нет. Я как... У меня осталось, как бы, понимаете, пластик, а он был покрыт, это не просто пластик в Мерседесе, а как будто, такой, знаете, прорезиненный какой-то небольшой основой. Ну да, мягкий. И вот она спучилась, как бы, да, то есть пластик сам, на самом деле, я смотрел, он, как бы, белый, а на нём, как бы, нанесено что-то такое, видно, тактильное, более лучшее. Да, 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 микронное покрытие, да. Вот, очевидно, вот оно чуть спучилось, скажем так. Такая ситуация. Хотя машина, как бы, мне нравится, и я даже планирую купить такую же новую, но, скорее всего, не у этого дилера. Хотя он, как бы, я так понял, официальный и самый большой, что ли, или, как бы, он для всех его возит. Ну, знаете, я что могу сказать вот вам, что это уважаемая компания. Абсолютно. Да. Все её прекрасно знают, но ещё раз возвращаясь к обслуживанию, вот каждый должен выбирать именно тех людей, с которыми он будет вести по жизни этого своего питомца на четырёх колёсах. Ну, может быть, вам надо попробовать работать с другим делерам. Вот кому пожаловаться? Вы знаете, ну, во-первых, нужно действительно жаловаться по руководству компании. Абсолютно. Это первое. Второе. Это, ну, это судебный прецедент на самом деле. Абсолютно точно. Поймите, вот Леонид сказал, что вроде есть вещи, о которых там они мелкие, но в конце концов это наше восприятие нашей жизни, а это далеко не мелочь. Правда. Правда. Давайте сейчас послушаем новости. Спасибо. Спасибо за интересный случай. И потом продолжим это обсуждение. Новости. Приветствуем всех ещё раз. В студии Андрей Петренко, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров. Говорим, пишем в книгу жалобы и предложения. Вот. Интересные всяческие уже есть случаи. Звоните, пожалуйста, 65 10 996. Ну, вот есть такие, да, вот интересно, что бывают совершенно такие нетрадиционные, да, нетривиальные случаи жалоб, как вот предыдущие, когда, казалось бы, и Мерседес, да, и дилерство. Совершенно непонятно, почему это происходит, когда все механизмы, вроде как, да, для того, чтобы, вот как вы говорите, все механизмы для того, чтобы дилерская работа была построена нормально, есть. А это, а они почему-то, да, вот, и причём, ладно бы, если проблемы возникали редко. Они возникают часто. И вот, ну, кстати, интересно, что был, был вот один сорвавшийся звонок, человек сказал, что у меня нет, говорит, жалов, да, всё хорошо. Да. Всё-таки, конечно же, есть, есть позитивные случаи, и, слава тебе, Господи, их становится всё больше и больше. Вот, я упоминал вот мою, собственно, личную, вот этот личный опыт, когда мы искали автомобиль, мы в итоге объехали, мы искали Nissan X-Trail, объехали нескольких дилеров, но в итоге мы купили Volkswagen Tiguan в Германии. И вот там, действительно, к нам отнеслись там совершенно прекрасно, и причём у другого дилера они сделали тест-драйв и дизельный, и дизельного Tiguan, и бензинового. Их, причём, парень, который делал тест-драйв, он повёз их прямо, он говорит, хотите проверить проходимость этой машины? И, значит, мне Сергей рассказал, что он не верил своим глазам, они на тест-драйвской машине куда-то уехали вообще, в какой-то там, по пашне ездили, да, и это было настолько сильным впечатлением и переживанием для него, да, человек впервые ездил по бездорожью, Tiguan вывез, да, и всё, он купил совершенно сейчас счастливо. Давайте послушаем. Хорошая машина, да, хороший тест-драйв. Да. Давайте, насколько важен хороший тест-драйв и хорошее отношение к лошадям, да, как по Маяковскому. Вы знаете, да, тест-драйв – это основной момент при продаже автомобиля, потому что он формирует эмоциональную окраску всего этого процесса. Абсолютно. Давайте послушаем, что Дарья скажет. Дарья, здравствуйте. Алло. Дарья, вы в эфире. Алло. 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 Вы не Дарья. Здравствуйте. Да, это Шон. Да, ага, Шон. Так, здравствуйте, Шон. Алло, здравствуйте, это Дарья. Это Дарья. Здравствуйте, Дарья. Вот как интересно, да? Я бы хотела рассказать о конфликтной ситуации, которая у меня произошла с дилером Mercedes, Авелон на Волгоградке. Так. Хочу сказать сразу, что дело дошло до драки с менеджером, который поднял на меня руку. Дело в том, что я забирала свою машину два года назад с планового ТО и обнаружил на ней вмятину. Так. На что мне эксперт заявил, что вмятина, видимо, старая, так как, ну, это видно по машине. А в акте осмотра, который делается перед тем, как задается машина, то она не была никак дефектирована. Мне сказали, что я подписала этот акт, в котором было указано, что машина сдана в грязную жизнь. И поэтому я ничего не смогу доказать, что это такая своеобразная лагейка. Я позвонила адвокату, мне сказали, что дайте эту акцию держать председение, в коем случае не отдавать, о том, что будет следовало расследование, мы сказали, смотреть на камеру. На что менеджер спросился на меня, начал эту акцию собирать у меня с кулаками. Я кричала просто на весь столом, помогите. Ну, это фантастика просто какая-то, да? Мне нужно было в шоке, причем после чего я позвонила в ГАИ, сказала, что я хочу зафиксировать ДТП, которое произошло в Азелоне. И салон уже закрывался, потому что разбирались мы несколько часов. В конечном итоге мне сделали бесплатно, выпрямили меня, понимаете, но, конечно, я больше ни за что в жизни не поеду. И, возможно, там совершенно, кстати, не откуда. Ну, прямо удивительно, прямо удивительно. Мы хотели даже потом, да, изъять камеры, которые записывают то, что происходит в зале, потому что она бросилась у меня, и у нас было очень много свидетельствий. Только они не ставили машину, точно не стал дальше не рассказывать. Да, Дарья, ну, что ты можешь сказать? Ну, можно посочувствовать. Взобразие, да, посочувствовать. Да, это, конечно... Вам сказать добро пожаловать в Россию. Да. Ну, спасибо, да, спасибо. Спасибо вам за информацию. Да, спасибо вам за информацию, да, что называется такой, ну, тревожный звоночек, да? Очень. Второй, кстати, за этот час по Мерседесу. Да. Я могу по статистике сказать, что, вот вы говорите, количество обращений, количество недовольных станет все больше и больше. В процентном отношении оно так и остается, порядка 15-20%. То есть, 20% это люди, которые недовольны их обслуживания. Эта статистика, она собирается достаточно давно. Просто если раньше мы продавали, какое количество автомобилей? Да, конечно. А сейчас мы продаем около трех миллионов. Около трех миллионов, да. Смотрите. Рынок вырос. Да. И почему нельзя никогда смотреть именно там цифры в процентных отношениях? Потому что в процентных пересчетах это всегда получается такой вот уход от действительности, от цифр. Это правда. То, что абсолютное количество людей становится более и более недовольны, их становится все больше, надо с этим что-то делать. Да, потому что все-таки 15-20% это много. Это много, но это и мировая статистика, это связано просто со спецификой. Мы не говорим предыдущий случай, который связан просто с одиозным поведением. Да, с хамством. Хамство, одиозное поведение, неправильно построенное бизнес-процессами. Мы просто говорим о том, что автомобиль – это сложный аппарат. И для того, чтобы фактически правильно диагностировать его неисправность, тоже надо затратить достаточно большое количество времени и, положа руку на сердце, вот это не всегда происходит с первого раза. Правда, правда. Вариант очень простой. Смотрите. Автомобиль сейчас, он по своей сложности, он намного сложнее не видеомагнитофона. Да ну, что вы говорите? На порядок. На порядок? Но почему-то все считают, что они знают, как устроен автомобиль. А вот видеомагнитофон не стараются даже туда залезть. Это правда. Это, наверное, связано с тем, что, ну, как было сказано, да, все знают, как растить детей, вот, и заодно, как чинить автомобили. Все это знают и умеют. Наверное, надо пересмотреть свое сознание, потому что даже самые технически простые автомобили сейчас, они требуют профессионального ухода. Это правда. Давно ушли в прошлое те времена, когда мы сами могли, там, да, в гараже починить все в копейки, там, да, и даже в восьмерки. Да. Вот сейчас это, конечно, уже электроники слишком много, и автомобили становятся такими, что для их обслуживания нужны специальные приспособления. Это делается, кстати, я думаю, что во многом для того, чтобы предотвратить случай самовольного подникновения. Да, да, конструкцию, да. Конструкцию, наверное, да, потому что это безопасность. Да, автомобиль, надо помнить, что это средство повышенной опасности. Абсолютно точно. Давайте послушаем все-таки Шон, да, до нас дозвонился еще раз. Шон, здравствуйте. Здравствуйте, да. Ваша фамилия не Коннери, случайно? Да, нет. У меня такое, знаете, предложение по работе вот наших дилеров, по продаже, столкнулся я вот с чем. Ну, я купил уже вторую машину, Volkswagen, и довольно-таки доволен работой своего дилера во всем. Хорошо. Кто это? Страна должна знать своих героев. Это немецкий дом Балашиха. Вот. И, в общем, всем доволен и рекомендую очень многим. И есть такое, знаете, представление... Предложение, да? Нет. Представление полное, допустим, о европейском сервисе, вот даже по продаже машины. Если сравнить с прошлыми нашими, да, сервисами, так называемыми. Так вот, значит, смотрите, что случилось. В данных сервисах в последнее время продают и рекомендуют страховые какие-то компании. Тут, ну, как бы, сервис, тут же приобретаешь полис, да? Да, всегда. Да, вот, но я обращаю внимание на то, что нужно контролировать дилерам, с кем они, ну, как контактят и кому они предлагают. Потому что я сейчас столкнулся, вот буду судиться, в страховой компании, но купил я этот полис благодаря тому, что своему дилеру доверял и думал, что они рекомендуют хорошую компанию. Вот, а на практике получилось так, что и сами они сейчас со мной в конфликт вошли, да, дилеры? Ну да, ну да. Вот. Ну, три месяца, можете представить, за ремонт. Это ничего, это еще ничего, три месяца. Многие по году... А какая страховая компания, если не секрет? Это назову с большим удовольствием и скажу, что не покупайте и не обращайтесь в это. Это Чюрих, вот. Казалось бы, немецкий дилер... Немецкая компания, ну, будет все отлично, да, тем более дилер продает, рекомендует в его офисе. Вот. Но это ужасно. И самое ужасное то, что, значит, эти страховые компании, там же не дозвониться ни до кого, ни с кем не решить вопрос. Да, да, да. Звонишь первый раз, назовите номер абонента, добавочный номер абонента или фамилию. Здравствуйте. Я первый раз к вам обращаюсь, как я могу знать кого-то? Нет, я не могу ни с ним соединить. Вот. И затяжка ужасная. По каждой детали согласование. По каждой детали. Я тут две смены отработал диспетчером между ремонтным цехом и, значит, страховой компанией. Толкал, умолял там, значит, что только не, значит, говорил, только чтобы сделали. Так вот, я предлагаю и прошу, вот вы контролируйте все-таки работу дилеров, обижите их, чтобы немножечко интересовались, а что за страховая компания? Ведь они сами себя подставляют под удар. Ведь когда у меня может возникнуть и мысль такая, они в каком-то... Ну да, может, они в сговоре, да. Преступный сговор вошли. Да, вот. Но зачем, зачем такую марку порочить какими-то нездоровыми и просто безобразной работой какого-то непонятного страховщика? Шон, спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос. Он действительно очень хороший. Да. Вот такое вот бывает, да? Сейчас вот после новостей поговорим про это, да? Пока новости. И сегодня с Андреем Петренко, президентом Ассоциации Российских Автодилеров. Вот последний был интересный звонок, когда Шон нам сказал про страховщиков и выбор, да? То есть должны ли дилеры нести ответственность за тех страховщиков, которых они сажают у себя в залах? Ну, не ответственность, скажем так. Да, спасибо большое. Вопрос действительно хороший. Помните, как в одном произведении? Мы ответственны за того, за кого приручили. Приручили, да. В этом варианте, безусловно, то, что дилер рекомендует продукты компании, которые он рекомендует, он, безусловно, несет моральную ответственность за это. Понятно, что это немножко другой бизнес-процесс. Вот, и юридически здесь выстроить систему взаимосвязи достаточно сложно. было раньше, что существует сейчас. Я рекомендую всем, кто сталкивался тем или иным образом с подобными проблемами, а самое главное, кто не сталкивался, у дилера определять, существует ли у него система удаленного удаленной работы. Это как? Система удаленного покрытия убытков. В этом варианте дилер, соответственно, берет на себя ту работу, которую проводит страховая компания. По осмотру автомобиля, по оформлению документов. Это же прекрасно. Да. Это же прекрасно. Я не знал про эту систему. Позор мне, да, как автомобильному журналисту. Ну что вы, нет. На самом деле, бизнес-процессы, точно так же, как и технологии, они развиваются. Развиваются, да. И мы понимаем, что в момент, когда рынок растет, и растет точно так же и страховой рынок, это связано не только с положительными аспектами его развития, но и с рисками. Это правда. Многие страховые компании, они либо уходят с рынка, либо прекращают заниматься этим видом деятельности, либо вообще прекращают свое существование. К сожалению, дилеры находятся в такой же системе взаимоотношений со страховыми компаниями, как и клиенты. Потому что по взаимоотношениям страховая дилер, мы сначала обслуживаем автомобили страховых компаний, и только потом со срочкой платежа получаем деньги. И эти 2% процесса иногда разделяются навсегда. Даже так, да? Я не знаю ни одного автомобильного дилера, у которого не было бы прецедентов со страховыми компаниями. К сожалению, все вынуждены с этим мириться, закладывать это себе в бюджет, как какие-то возможные убытки, в какой-то процентном составляющем. Однако, вернемся к удаленному урегулированию убытков. Этот процесс, который позволяет более тесно работать дилера вместе со страховой. И делает этот процесс менее мучительным для клиента. И это фактически то, что мы должны предложить. Там, где это работает, там проблем не возникает. Остается только проблема дилера и взаимоотношений с страховыми компаниями. А сколько в процентном соотношении дилеров предлагают удаленное урегулирование? Вы знаете, я не могу вам сейчас сказать статистику. Ну, много, мало пока. Я могу сказать, что страховые компании этот процесс начали года полтора-два назад. Возможно, что он находится в состоянии, знаете, сначала пилотного проекта, но они будут развиваться. Давайте запомним эти слова. Удаленное урегулирование убытков. Это хорошо. И давайте послушаем, что скажет нам Николай, который дозвонился еще до перерыва на новости. Николай, здрасте. Да, добрый день. Добрый. Вот, хотел бы рассказать свой опыт покупки Шкода «Октави». Так. История была такая. Начал сходить в начале лета. Плюс там у Шкода была хорошая акция с Сбербанками создать кредит. Там, например, скидка была. Вот, значит, прихожу к одному дилеру. Вот, он говорит. Да, скидка есть, но для этого нужно будет установить дополнительную сигнализацию или штырь в коробку, чтобы не угнали. Тебе у меня банка. Так. Вот, я подумал, что, ну, логично, да. В итоге поехал к другому дилеру. Там сделали круглые глаза. Скажите, что такое первый раз слышат. Вот. Но, скорее всего, вас пытаются не произвести на допы, да, что, в принципе, как бы есть обман официального дилера. Ну, ладно. Значит, решили покупать там, где открыли глаза. Вот. Значит, предложили там где-нибудь допы, да. То есть, ну, там, собственно, коврики, брызговики, защита картера и коврик багажа. Вот. Насчитали. Мне это все тысяч на десять. Еще плюс установка тысяч четыре. Вот всего. И уверяю, что защита картера, это, типа, не оригинал. Оригинал с успешных денег. Лучше берите такую. Вот. Хорошо. Мне достался чек. Там были номера деталей. Я пробил по экзисту. Где все это стоило, по-моему, тысячи. Вот все это вместе. Бесто девяти. Вот. Я где-то все это и купил. Вот. А вот установил я у другого дилера, тоже официально, у нового же Подмосковья, в городе Ступино. Защиту картера только. Все снова поставил руками. За 1600. Вот. То есть, ну, на допах, мне кажется, такой традиционный развод, который, ну, честно, не очень приятный осадок потом остается. Это правда. Это правда. Николай, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, спасибо. Вот, смотрите. То есть, с одной стороны, я понимаю, что вот, когда мы покупаем в Octavia, все-таки машина не дешевая. Да? То есть, это там 1600. Да. 700. И, казалось бы, на этом фоне, вот эти вот несколько тысяч рублей, которые, ну, казалось бы, там, ну, заплати ты там 10, а не 3, да? Да, и тебе сделает все прямо дилер, и тебе не нужно, да? Но, с другой стороны, не оставляет ощущение у человека, да, когда он узнает, что на самом деле это стоит не 10, а 3, не остается ощущение, что тебя разводят как кроликов, да, как в том анекдоте. И вот оно, оно, как мне кажется, это ощущение обиды и заставляет вот таких людей, как Николай, там, тратить свое время, которое тоже там стоит денег, да, куда-то там ездить к другому дилеру и ставить это там не за 5, а за 3 и так далее. А вы знаете, какое возникает ощущение обиды у дилера, когда он получает запчасти от официального дистрибьютора, те же самые, которые продаются на рынке в 2,5 раза дороже. Это правда, это да. И здесь уже обида, помноженная на объем поставок, она выливается в такую обиду, что в результате возникает конфликтная ситуация. Этот вопрос, который дилеры ставят постоянно, но у дистрибьюторов есть свои службы закупок, которые имеют свои прайс-листы. Что греха таить? Соответственно, те же самые там ковры или еще кто-то. Мы знаем, кто их производит. Их производит один завод на территории России. Абсолютно. Но дистрибьюции... Да, это вопрос правильной дистрибьюции или неправильной дистрибьюции. Это вопрос ценообразования. Но, к сожалению, мы работаем по тем правилам, по которым мы подписали дилерский договор, дилерский контракт. А у вас там четко прописано, скажем, что вы коврики можете продавать сторонние, а, предположим, аккумуляторы нет? Нет, да? Или там, вот как это все регулируется, как правило, производителям? Там, скажем, тормозные колодки только официальные, вы не имеете права предлагать там, да, сторонние... Вот сам дилер не может взять там и закупить там у кого-нибудь, у Феррадона, правильно? Согласен. Вопрос ковриков тоже. В первую очередь сразу он ставится. Мы говорим, скажите, пожалуйста, но ведь коврики это вещь такая, которая просто это комфортно, да? То есть люди ставят ноги, чтобы они там были в чистом виде, там, ну, в общем, все знают, зачем коврики. На что мы получаем ответ? Нет, вы знаете, это вопрос безопасности, потому что если коврик... Кстати, да. И это так. Кстати, да. И если коврик... Вспомним в Штатах историю, да, когда там люди погибли из-за того, что коврик заклинил педаль газа. На самом деле это даже не в Штатах можно вспоминать, у меня у водителя был такой случай. Это правда. И это периодически случается. И вроде бы несущественная вещь, коврик, но которая влияет на безопасность. Есть второй момент. Никто не... Очень много на рынке продается алюминиевых дисков легкосплавных. Это вообще... Они замечательные, они красивые, там песня просто. Но я могу сказать, уважаемые радиослушатели, кто собирается их приобретать. Прежде чем приобретать, подумайте о своей собственной безопасности. Потому что крепление этих красивых литых дисков, оно не всегда соответствует стандарту производителя. И достаточно... Я не могу сказать, что достаточно часто, но бывают случаи, когда винты откручиваются и колесо... И колеса отлетают. Это так. Да. К тому же очень часто эти так называемые легкосплавные диски, они тяжелее. Это так. Причем намного тяжелее. Они ухудшают и управляемость, и плавность хода. То есть вы ставите, и у вас просто автомобиль сразу становится другим, хуже. Есть такая проблема колоссальная. И то, о чем никто не говорит, это то, как эти легкосплавные диски, они будут вести себя в момент аварии. Конечно. Либо он лопнет, это будет... Они не такие прочные, это разгерметизация в случае там ударопокасательных. Это будет один вариант. Вот. Поэтому вроде бы мелочь. Вроде бы я пойду куплю, там что-то и поставлю. Но это тот же самый риск. То есть это значит просто, что вы на себя взяли тот риск, но вы должны отдавать себе в этом отчет. Это правда. Андрей Петренко, президент Ассоциации Российских Автомобильных Дилеров. Мы на самом деле только начали как-то, да, только разогрелись, начали принимать вопросы и так далее. Я прошу прощения у Максима и у Сергея, которые висят сейчас на телефонах, но мы не успеем с вами поговорить. И я, наверное, обещаю, что мы еще раз пригласим Андрея Петренко в эфир. Придете к нам еще раз, правда? Да, пожалуйста, приглашайте. Спасибо. И продолжим этот разговор, потому что он волнует всех, вопросов много. Нам, автолюбителям, с вами дилерами жить долго и, надеюсь, счастливо. Надеюсь, нам с вами тоже. Да. Тем более, что все мы находимся в одной категории автолюбителей. Абсолютно. Так что спасибо и до встречи на Дорожном просвете. Спасибо. До свидания.